МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Это программа «Эсклюзив». Не так часто к нам приезжают звёзды с мировыми именами, но наш сегодняшний гость как раз один из них. Любители классической музыки смогут выхладиться произведениями Моцарта, Уана Виллианса, Эльгара, Брусиловского, виртуозном исполнении казахстанской крепачки Галлиги Сингалиевой и английского дирижёра Джона Андерсона. Знакомьтесь, Джон Андерсон, директор оркестрового факультета в Лондоне. Джон Андерсон, дирижёр. Родился в Ирландии, но всю свою жизнь прожил в Англии. Работал директором оркестрового факультета в Лондоне, главным дирижёром музыкального колледжа в городе Лидс. Много гастролирует по всему миру. Например, в 90-м году управлял знаменитым коллективом Black Duke Sands в их гастрольном туре по Соединённым Штатам Америки. Проводит мастер-классы во многих странах мира. В Казахстане уже седьмой раз. Даёт концерты с Галиёй Виссингалиевой, Джеймсом Кербит, Робертом Эймсом в Алматы и в Астане. Логика, целенаправленность, безошибочная точность каждого штриха, каждого нюанса, интеллектуально. Вот что более всего ценит, вот чего успешно добивается строгий маэстро. Джон Андерсон. Джон, во-первых, мы очень рады видеть вас на земле Казахстана. Окей. И, во-вторых, меня мучает вот такой вот принципиальный вопрос. Вы активно гастролируете? Ну, во всяком случае, гастролировали. Я знаю, что в прошлом году у вас была небольшая травма. Даже пришлось перенести операцию и на год отойти от активной концертной деятельности. Да, действительно. У меня была проблема с плечом. Это проблема всех дирижеров. Можно сказать, профессиональная болезнь. И целый год я был вне музыки. Не скучно было целый год? Потому что по жизни вы очень активно гастролируете. И тут пришлось целый год быть, как вы сказали, вне музыки. Для меня это был небольшой отпуск, так как я проводил время со своей семьей. Собакой мне, с собакой время много отдыхал на природе. Но, конечно же, я очень рад, что я снова вернулся к музыке. Джон, кроме того, что вы активно занимаетесь музыкой, дирижируете, выступаете с гастролями, вы еще и активно ведете преподавательскую работу. Насколько это для вас принципиально, создавать собственных учеников? Я преподавал 25 лет в Лидском музыкальном колледже. Сначала также преподавал я на факультете дирижирования. И для меня, конечно, очень важно передать свой музыкальный опыт следующему поколению. Это принципиальная позиция музыканта и человека, либо это просто способ, еще один способ зарабатывания денег? Нам, конечно, всем нужно зарабатывать для того, чтобы прожить. Но преподавание, смысл преподавания не заключается в том, чтобы заработать. Я учился в Лондоне, в Королевской академии музыки. И мне очень повезло с педагогическим составом, с преподавателями. Это были очень знаменитые музыканты. И это очень важно для педагога, передавать свои знания, передавать свой опыт более молодому поколению, для того, чтобы они сохранили этот опыт и дальше передали. Очень важно для студентов, чтобы их мастер, их преподаватель еще и вел активную концертную деятельность. Вы этим тоже занимаетесь. Как вы успеваете вести и активную концертную деятельность, и преподавательскую работу? Я преподавал дирижирование, и также приглашал своих студентов на свои концерты, где я являлся главным дирижером. И это был очень хороший опыт для студентов, так как они видели своего наставника в действии. И это повышало степень уважения к своему наставнику, да? Да, я думаю, что это правда. Да, это правда. Скажите, часто ли бывает так? Активный действующий музыкант, в вашем случае дирижер, и педагог, это ведь две грани таланта. Я знаю многих великолепных педагогов, но они не были действующими музыкантами. Обязательно ли педагогу, музыканту-педагогу, быть активно действующим музыкантом? Это вдохновляет студентов. Если ты можешь показать им, учить их, как это нужно делать. Для меня, для дирижера, очень важно не только просто дирижировать оркестром, дирижировать студенческим оркестром, а также очень важно поделиться с ним опытом, для того, чтобы был союз оркестра и дирижера, чтобы это вылилось в одно единое. И учить. Очень, мне кажется, важно и очень сложно находить каждый раз контакт с новым оркестром. Вы приезжаете, например, в Шотландию, в Малайзию, в Соединенные Штаты, у себя дома в Великобритании, здесь, в Казахстан. И каждый раз вы начинаете работать с новым оркестром. Как вы находите общий язык? А вот, например, в Казахстане, я уже седьмой раз, не зная ни казахского языка, ни русского языка, мы находим общий язык с оркестром. И объединяющим фактором является музыка. Ведь музыка – это так же, как и литература. Есть разные прочтения. Есть литература. Есть Уильям Шекспир. На английском языке он звучит по одному, на русском по другому, на казахском по третьему. И понимание, менталитет людей в прочтении одной книги, например, он разный. Точно так же, мне кажется, и в музыке. А музыка, она, по сути, интернациональна, но есть же национальные школы музыкальные. Как здесь находить общий язык? Как здесь умело управлять оркестром? Иногда это очень трудно, очень сложно. Нужно отдать дань уважения определенной традиции, определенной стране. Мы все слушаем разную музыку. Эта музыка, допустим, из России, из Казахстана. Интернет нас объединяет в определенной манере. И, конечно, это очень сложно найти правильную интерпретацию. Но мы стараемся. Если я дирижирую Брамсом или Чайковским, или Моцартом, у меня свой определенный стиль. Это, конечно, кому-то может понравиться, кому-то не понравится. Так устроен мир. А другой дирижер, у него своя интерпретация определенная. Я знаю, что в этот приезд в Казахстан в вашем репертуаре есть премьера произведения Брусиловского, нашего казахстанского композитора. Что вы нашли в произведениях Брусиловского для себя? Он писал казахскую музыку. Вы приехали из Великобритании. И что вы нашли самое главное, наверное, в этом произведении? Произведение Брусиловского. Это произведение насыщенной энергии, очень ритмичной. По-моему, оно отражает темп жизни в Казахстане. Джон, раз мы заговорили о казахской народной музыке, о казахских исполнителях, о казахских композиторах, что вы скажете, если вы говорите седьмой раз уже в Казахстане, у вас уже есть собственное впечатление о казахстанской школе, музыкальной школе. Мы очень хорошо знаем и уважаем великолепную английскую музыкальную школу. Что вы скажете о казахстанской музыкальной школе? Джон посетил нашу консерваторию, и он был поражен тем уровнем музыкального образования, который преподается в Казахстане. И он также удивлен тем фактом, что некоторые студенты талантливых получают образование бесплатно. И уровень образования по некоторым направлениям превосходит уровень образования в Европе. Поэтому вы выступаете, и хорошо знаете, вы выступаете, например, вот ваши концерты будут с Галлией Бесингалием. Девочка, которая окончила Королевскую музыкальную академию. Девочка, которая получила, ну это по нашему позванию Булашака, дает его. Девочка, которая получила Royal Music Ават 2015 года. Это заслуга казахстанской музыкальной школы. Я думаю, что Галлия – это тот пример, тот феномен, который воплотил в себя два источника. Это и казахстанская музыкальная школа, и также английская музыкальная школа. Мы встречались с Маратом Бесингалиевым много лет назад, и думаю, что под его мудрым руководством она является тем феноменом, который воплотил в себя две школы. Также еще одна племянница Марата Бесингалиева – Камила. Она обучалась по классу Габоя. Я также преподавал у нее в Лицком музыкальном колледже. Вот так мы и познакомились с Маратом. Это мы говорим о лауреатах международных конкурсов. Теперь я хотел бы поговорить с вами о том, насколько казахстанская музыкальная школа может быть сейчас, во-первых, а – востребована и б – оценена в Европе. Вы уже начали об этом говорить, что вы поразились уровнем образования в нашей консерватории. Но будут ли востребованы наши казахстанские студенты? Любому юному музыканту очень трудно, конечно, найти работу. Но, смотря на то, как музыканты, юные музыканты Казахстана посвящены своей работе, сколько сил они вкладывают, я думаю, что у казахстанских студентов хорошее будущее. – Недавно в Астане прошел международный фестиваль юных пианистов. И когда мы разговаривали с вашим коллегой вот в этой студии, он сказал одну вещь, которая его очень тревожит. В Европе сейчас родители не очень охотно отдают своих детей в музыкальные школы, музыкальный колледж. Они не верят этой профессии. В Казахстане же наоборот. Может быть, как раз и наши музыканты, музыканты Восточной Европы смогут заполнить тот вакуум в Европе? Или это неправильное мнение вовсе? – У нас в Европе тоже подрастает юное поколение, но сравнивая с Казахстаном, те традиции, которые прививаются с самого юного возраста, они, конечно, опережают нашу систему образования. И, наверное, да, в будущем это может быть волна музыкантов казахстанских, которая нахлынет на Европу. – Ну, будем верить. Знаете, что я еще хотел сказать? Может быть, это и неплохо. Время сейчас такое, жизнь сейчас такая. Люди выбирают себе профессию, чтобы спокойно обеспечить свое существование, себя, своей семьи. А казахстанцы, наверное, может быть, более романтичный народ, что ли? Может быть, поэтому? – Да. – У меня есть дочь, я тоже пытался привести ее к музыке. Она перепробовала несколько инструментов, но все-таки это казалось не ее. Но родители должны все равно пробовать приводить своих детей к музыке, не заставлять их, а вдохновлять своих детей. Если у ребенка действительно есть страсть к музыке, то ребенок останется в музыке и станет великим талантом. – Потому что если у тебя есть эту пасшию, то ты должен следить свою пасшию. – Знаете, что я заметил? И в Европе, и в России, и в Казахстане пошла новая тенденция. Может быть, мы не отдаем детей в профессиональные музыканты, но стало хорошей традицией семейные музыкальные вечера проводить у себя дома. Может быть, вот потихоньку, вот через такие теплые семейные вечера, может быть, мы и снова поднимем этот интерес к классической музыке, к вечной, по сути, музыке. – Я надеюсь, да. – Джон, не кажется ли вам, что сейчас наступила некая новая эра в современном искусстве? Все больше и больше лауреатами и победителями различных международных фестивалей, любых музыкальных и даже не музыкальных, все больше становятся выходцы из Азии. Например, среди современных художников в первой двадцатке 10 китайцев. А в музыкальном мире последние фестивали, очень многие фестивали побеждают те же самые китайцы, вьетнамцы, малазийцы, индонезийцы. Это что? Это новое осмысление музыкальной культуры, которая идет теперь с Востока, из Азии? – Семь лет назад я посетил Китай, был в провинции Чингду, и мне посчастливилось побывать в консерватории Чингду. Только в этой одной консерватории насчитывается 8 тысяч студентов. Это было просто невероятно. Кампус и 8 тысяч студентов, и действительно, из этих 800 тысяч студентов 200-300, наверное, будут очень талантными. Это просто масштаб, невероятный масштаб. И это неизбежный фактор, что какая-то цифра, если какой-то процент из них вырастет и будет большим талантом. Это просто невероятный масштаб. Но эти студенты, они просто пронизаны страстью к музыке, и они хотят быть музыкантами. – А не страшно потерять свои позиции под натиском Азии? – Нет. – Всегда найдут место для музыкантов, для хороших музыкантов. Из Казахстана, России, но эти должны быть музыканты, которые играют с душой. Не просто технически образованные роботы. Это самая сложная вещь. – И это бы вы учите своих студентов. И второй вопрос. И этим вы учите своих зрителей, своих слушателей через подбор репертуара. Как вы подбираете репертуар? – Обычно, когда я везжаю на гастроли, программу составляю я сам. И в этот раз в Казахстан я привез произведение сэра Эдварда Эльгара. Это просто невероятное по красоте, по масштабу своему произведение. Очень сложное. Это произведение для капеллы и для оркестра. Я думаю, что зрители это будут нравиться. И, надеюсь, перформансы будут нравиться. Есть ли какой-нибудь, Джон, у вас секрет, ваша фишка, так называемая? Вы четко понимаете, что вашу программу, ваш репертуар зритель даже из далекого Казахстана поймет, и ему это понравится? – Это, конечно, очень трудно, потому что люди по-разному реагируют. В разных странах разная публика. Я обычно выбираю ту музыку, которую я люблю, которая мне нравится. И в надежде, что люди тоже полюбят эти произведения, что им понравится. В 17 веке у нас было очень много знаменитых музыкантов, но как-то потом произошло зачищение, и вот в 20 веке появился сэр Эдвард Эльгар, и он стал одним из тех лучей, которые вот осветили, можно сказать, стали яркими представителями английской музыки. Эдгар, Эльгар, он и многие другие композиторы. Но вот именно Эдгар стал возродителем, тот, кто возродил английскую музыку классическую. – Ну, вот, например, есть ли в вашем репертуаре произведение Витольда Юдацлавского, великий польский композитор? Ведь он очень труден для исполнения, очень труден для понимания, хоть его называли великим князем европейской музыки, но ввести произведение Витольда Юдацлавского в Казахстан – это большой риск. У нас просто менталитет другой. Учитываете ли вы это? – Нельзя говорить, что Юдацлавский – это очень сложно для понятия казахстанской публики. Дум музыке нужно дать шанс. Мы должны слушать музыку. Если она нравится, она остается с нами. Если нет, мы идем дальше, к новым произведениям. – Джон, спасибо большое вам. Цель нашей программы через известных людей – все-таки возродить интерес к музыке, возродить интерес к настоящему искусству, к большой культуре. И большое спасибо за то, что вы нам помогаете в этом деле. – Спасибо. – У нас в гостях был Джон Андерсон, человек, который дает шанс музыке. До свидания, увидимся через неделю. Субтитры создавал DimaTorzok КОНЕДЕЛЬНОЕ ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА – ЭБИНЕРНОЕ ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА – ЭБИНЕРНОЕ ЛИРИЧЕСКАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...